Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм. Мы сегодня с новой серией на проекте Родина Роллиплей, Центральный Округ. У них здесь Кирюха Полканов, не забывайте увидеть манипулятористрации. Также можете увидеть мой промокод, вся информация есть в описании под видео. Сегодня будет максимально интересное видео, потому что в этом видео я расскажу сколько я задонатил за все время, сколько играю на проекте Родина РП. А если что, я играю на проекте уже около 3 лет, даже больше. На форуме получается есть такая функция, как посмотреть статистику аккаунта. Там можно полностью все посмотреть, даже можно посмотреть сколько вы донатили денег за все время, сколько вы играете на проекте. Поэтому и на сегодня я вам расскажу и покажу сколько я задонатил на проект за все время, за все 3 года. Я думаю, это будет интересно, потому что мало кто такое снимал и рассказывал. Я как бы посчитал, посмотрел. Сумма довольно-таки не очень большая. За 3 года сумма не очень большая накопилась. Сумма получается 2821 рубль. То есть почти 3000 рублей я задонатил на проект за все время, сколько я на нем играю. А это 3 года, напоминаю. Я считаю, это не очень много, потому что некоторые люди, я думаю, намного больше донатят. И напишите, кстати, вы в комментариях, сколько вы донатили на проект за все время. Вот максимум просто. Посмотрите, возможно, кто-то из вас на родине играет, либо на другом проекте. То скажите в комментариях, сколько вы максимум донатили за все время, сколько вы играете в КРМП. Ну а я, в принципе, задонатил почти 3000 рублей за 3 года. Я считаю, это очень мало, как бы это не сильно много. Потому что я в основном покупал просто валюту. Потому что на родине частенько x3 донат есть. И там можно очень выгодно купить валюту. Давайте, чтобы видос был поинтересней, чтобы он был подлиннее. И я вам сделаю обзор на мой аккаунт. То есть, что у меня есть на аккаунте за эти 3 года. Давайте просто посмотрим, я вам это все покажу. Говорю сразу, имущество у меня прям не очень дорогое. И я даже, честно, не разбираюсь, что сколько стоит. Потому что, ну я не шарю, пацаны. Я в экономике не шарю, что сколько стоит. Поэтому можете, как бы, почитать это сами. И потом написать в комментариях. Вот, получается, мой ник Кирюха Полканов. Получается, у меня 36 уровень. Это за 8 лет. То есть, у меня один аккаунт за все время. Вот, именно вот этот аккаунт. И что у меня еще, в принципе, есть. Вот такая вот сим-карта, которую я покупал очень давно. Где-то, наверное, 2 года назад где-то эту симку покупал. Я не знаю, честно, сколько она стоит. И даже не помню, сколько я ее покупал. Все, как бы, вот, машины есть. Но я их чуть позже покажу. Давайте я вам покажу, наверное, еще инвентарь. Да, пацаны, если что, у меня еще есть админка 3 уровня. Но ее мне выдали как ютуберу. То есть, я не стоял на лидерке, я не стоял там на хелперке, либо еще где-то. Мне ютуберку выдали чисто... Ой, ютуберку. Админку выдали чисто из-за того, что я ютубер. И я попросил для контента. Что у меня еще есть интересного? У меня есть всякие аксессуары. Допустим, вот, есть самолетик. У меня есть. Есть молот. И есть вот такая вот каниста. Вот. У меня, как бы, есть всякие донатные аксессуары, в принципе. Ну, и все. Есть всякие номера ненужные. Бронежилеты. Материалы там и так далее. Короче, всякая-всякая просто дичь. Которая валяется у меня здесь. Которой я вообще не пользуюсь. Первые два автомобиля, которые я вам покажу, это, получается, у меня Чайзер. Номеронах 008. Ну, в принципе, просто обычный Чайзер. Просто красивый, на котором можно дрифтить. Ну, и прикольные номера. Также у меня есть елик с номерами СР-семерки. Ой, СР-семерки. СР-единицы. А регион здесь стоит семерки. Елик этот у меня, кстати, тоже очень давно. Где-то около года. Также есть вот такие вот две замечательные машины. Это BMW X5M, получается, на украинских номерах. Ну, просто такие украинские номера. Я просто в Украине живу, если кто-то не знает. И я просто решил на X поставить именно украинские номера. Они здесь очень хорошо смотрятся. Также у меня есть BMW, получается, M5 E60. Это мой любимый куст, моя любимая машина вообще в целом. Здесь стоят номера X8. Честно, не знаю, сколько они стоят. Я их покупал за 120 миллионов около полугода назад, если не больше. Кстати, вот эту машину мне подарил подписчик. Если он смотрит это видео, большое ему спасибо. Я вот до сих пор эту машину держу. Уже где-то полгода тоже эту тачку держу. Она мне очень сильно нравится. Как красивая такая моделька. Ну и, наверное, последняя машина. Потому что другая тачка на все стоянки у меня стоит. Это Nissan Silvia. Но я чисто брал для видоса. Поэтому на ней я не езжу, как бы. Она сейчас на все стоянки стоит. Надо будет ее либо продать, либо забрать. Короче, и последняя машина, это, получается, Tesla. Она у меня тоже уже около года. Примерно. Номера Mour998. Я вам рассказал, сколько я задонатил на проект за все время. Я вам показал, что у меня есть за это время на аккаунте за все 3 года. Чем я обжился. Хотя, на самом деле, у меня было бы имущество много больше. Потому что у меня и бизнес был в Южке. У меня было 10 домов на Рублевке. И все это слетело просто ввоз. Потому что я забывал оплачивать. Это моя самая большая проблема. То, что на родине, как бы, система, не как на всех проектах. То есть, здесь нельзя на этой цене платить имущество. Здесь имущество оплачивается, там, примерно 5-7 дней. Максимум. И я частенько, как бы, забываю об этом. И просто у меня имущество слетает. То есть, где-то просрал я имущество на, наверное, сколько? Лямов так 500. Где-то на миллионов 500 я просто просрал имущество из-за того, что я его не оплачивал. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok